Сеул назвал призыв Пхеньяна о воссоединении не более чем пропагандой. Вот такова реакция Южной Кореи на заявление Ким Чен Ына. На съезде партии трудящихся он выступил с докладом, в котором озвучил идею о воссоединении путем конфедерации. Однако в Сеуле отмечают, что наладить межкорейский диалог пока не удастся. Подробнее в материале нашего собственного корреспондента Айгири Мурзалеевой. Седьмой съезд трудовой партии КНДР состоялся впервые за 36 лет. Предыдущий прошел под руководством первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, деда действующего лидера. Им же была впервые озвучена идея о конфедерации Севера и Юга. И хотя нынешний глава КНДР тоже выступил за воссоединение двух стран, в Сеуле эти призывы назвали всего лишь пропагандой, лишенной искренности. Мы не отказались от диалога, и я могу сказать, что мы для него всегда открыты. Тем не менее, мы не можем вести диалог с Северной Кореей. Только когда Север проявит искренность в деле денуклеаризации, будет возможен настоящий диалог. Принятым по итогам съезда постановлений говорится, что ядерные вооружения Пхеньян намерен использовать в случае нарушения суверенитета враждебными силами. Ким Чен Ын призвал Вашингтон прекратить вмешательство в межкорейские дела и вывести американские войска с территории Южной Кореи. Развивать одновременно и экономику, и ядерное вооружение – такова цель северокорейского лидера, озвученная на съезде трудовой партии. То есть отказываться от наращивания ядерного потенциала Север не собирается. Именно поэтому Сеул называет условия для сотрудничества неприемлемыми. Мы не будем признавать Северную Корею в качестве ядерного государства. Правительство продолжит прилагать усилия, чтобы повлиять на Северную Корею, отказаться от своей ядерной программы, оказывая давление и применяя жесткие санкции. Санкции против Северной Кореи были ужесточены Советом безопасности ООН в марте этого года после проведения пхеньяном ядерного испытания и запуска ракеты. Несмотря на экономическое давление со стороны международного сообщества, власти КНДР продолжают стремиться стать ядерной державой. На сегодняшний день Северная Корея – единственная в мире страна, которая проводит ядерные испытания в 21 веке.